Всем привет ребята, с вами Локи и у нас в преддверии матча за суперкубок. Зенит против Локомотива. Обе команды провели предсезонные сборы, провели немало матчей. Я думаю обе команды подготовились к этой игре. Мы с вами сейчас просимулируем в ПЕС-19 этот матч, ну а уже в жизни позже узнаем как события будут развиваться на самом деле и пишите в комментариях ребят свои прогнозы. Как вы считаете закончится эта встреча у Зенита? Насколько я понимаю не будет играть новичок Сантос, не будет играть Бариус, который еще не вернулся в расположение команды и отдыхает. Ну в принципе состав на мой взгляд вот будет таким, какой вы сейчас видели на ваших экранах и состав Локомотива. Честно сказать не знаю каким он может быть, но вот мое предположение. Возможно именно таким мы его с вами увидим. Ну и давайте начинать. Зенит с центра поля. Формы еще ребят старые, хоть команды и представили уже новые комплекты, но в ПЕС-ке пока они не обновились. Я не знаю будет ли игровое обновление этих форм или нужно будет ждать просто любительские какие-то изменения. Ну и сейчас Зенит идет в атаку. Вот так вот Себастьян Дрюси набрасывает на голову Азмуну и 1-0. 1-0 очень быстрое начало. Азмун просит позвонить если потребуется. И такое чувство, что Локомотив просто еще не успел проснуться. Дрюси классно получил передачу от Зюбы по-моему. И после этого прорвавшись по флангу сделал передачу уже непосредственно на Азмуна. 1-0 очень быстрое начало этого матча. Ну а вот уже и атака Локомотива, подача в штрафную и попытка коленом провить от Феди Смолова, но она была неудачна. Подача Регонии уже Артем Дзюба вылетал на этот мяч. Пробить не получилось и тут же попытка контратаки Локомотива. Дзюба кидает вперед Регонии. Тот залетает в штрафную, пытается уйти от соперника, но передача не вышла. Тем не менее Дзюба простреливает и Азмун не добирается до мяча. Жамалединов на правом фланге. Будет ли подача? Пытается пройти Ивановича, проходит подача. Есть! Смолов бьет по воротам, но на месте Лунев. Азмун! Еще один удар и какое спасение от галкипера Локомотива. Дает Локомотив раз за разом проводить вот эти атаки. И здесь Аздуев здорово выкатил на Азмуна, которого не успел накрыть защитник Локомотива и будет еще один угловой. Пошла подача. Снова Азмун бьет головой. Добивание! Добивание от Себастьяна Дреуси. 2-0 концовки первого тайма. Если первый удар Азмуна галкипер Локомотива смог парировать, то здесь на добивании просто защита Локомотива растерялась и первым оказался на мяче Дреуси. 2-0 концовка первого тайма. Получится ли что-то у Локомотива? У Миранчука здесь мяч выбили из-под ноги. Я думаю на этом все. Первый тайм закончен. Прострел. Смолов. Передача в центр. Пас с пяточкой. И был близок Локомотив к тому, чтобы один гол отыграть. 10 минут остается играть в этом матче. В основное время Локомотив пытается снова что-то придумать, но пока до удара дело не доходит. У Зенита готовятся две замены. Классно здесь. Дзюба пропускает мяч. Пытается уйти от защитника. Дзюба. Передача на Жиркова. Снова Дзюба. Прострел. Но здесь Гильермо в порядке. Время матча закончилось. В нашем предматчевом прогнозе победил Зенит со счетом 2-0. Как команды сыграют в жизни мы увидим уже позже. Вы пишите свои прогнозы, поддерживайте видео лайком, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok